Здравствуйте! Добро пожаловать в онлайн Миктеп. Сегодня на уроке русского языка мы продолжим тему, которую начали на прошлом уроке. Тема урока «Путешествие начинается. Связь предложений в тексте». Сегодня на уроке ты узнаешь о способах связи предложения в тексте, ключевых словах, определяющих тематику и основную мысль текста, а также научишься сравнивать тексты описательного и повествовательного характера. А для начала давай отправимся в виртуальное небольшое путешествие по нашей стране. Внимание на экран! Сколько у нас разнообразных видов степей, от тенистой лесостепи с ее манящей прохладой до знойных засушливых просторов. В Казахстане можно встретить всю палитру пустынь, от песчаных до каменистых, и все разнообразие гор, от маленьких сопок до заснеженных вершин Тяньшаня. Захотел? Поймал на сетра в Каспийском море или искупался в ледяном горном озере. Даже температура воздуха в разных регионах кардинально отличается. От плюс 50 в пустыне летом до минус 50 на востоке зимой. Предлагаю вам совершить путешествие по самым красивым местам нашей Родины. Чтобы получше все рассмотреть, мы заберемся на самую высокую гору Казахстана, вершину Хантенгри. Это второй по высоте пик в горной системе Тяньшань. Хантенгри переводится как «повелитель неба». Наверное, что-то мистическое на самом деле есть в этой белоснежной красавице вершины. Множество альпинистов со всего мира прилетает, чтобы покорить невероятную высоту. И сразу же спустимся на много километров вниз и попадем в песчаную пустыню Кызылку. Размер ее целых 300 тысяч квадратных километров. Эта пустыня по протяженности как целая Италия. Здесь можно встретить маленьких и милых тушканчиков, антилопу Джейран, дрофу-красотку, но также нарваться на ядовитых змеи Эфу и Гюрзу. После жаркой пустыни обязательно нужно охладиться и искупаться в прохладном озере. А вот озер у Казахстана очень много. Общая площадь всех озер больше, чем площадь королевства Нидерланды. Озера весьма разнообразны. Аральское море хранит историю своего былого величия. Уникальное озеро Балхаш – настоящий парадокс. Оно и пресное, и соленое одновременно. Озеро Боровое напоминает нам маленькую Швейцарию, а о водоеме Кок-Коль слагают легенды. Кок-Коль – это казахстанский вариант известного озера Лох-Нес. Время от времени на водной глади появляются воронки, которые похожи на движение огромного подводного змея. Я думаю, ты внимательно просмотрел небольшой фрагмент и сейчас с легкостью выполнишь следующее задание. Посмотри внимательно. Тебе даны предложения. Расставь предложение по порядку так, чтобы получился связанный текст. Ну а теперь давай проверим, что же у тебя получилось. У тебя должен получиться вот такой текст. «Я отправился в путешествие по Казахстану. Мне довелось увидеть высокие горы, глубокие реки, чистые озера, бескрайние поля, зеленые леса, жаркую пустыню. Я понял, что в нашей стране много красивых мест». А теперь ответь, пожалуйста, мне на такой вопрос. Что помогают ключевые слова определить в тексте? Правильно. Ключевые слова помогают определить тему. Чем связаны между собой предложения в тексте? Правильно. Все предложения связаны в тексте одной темой. На прошлом уроке мы с тобой говорили о таком типе связи, как последовательной. О чем он говорит? Давай вспомним. В последовательном типе связи предложения связаны друг за другом, как цепная реакция. Одно предложение следует за другим. А теперь перейдем к следующему упражнению. Обрати внимание, тебе дан текст. Внимательно прочитай его. А теперь ответь на такой вопрос. Объединены ли предложения одной темой? Можно ли назвать эти предложения текстом? Правильно. Объединены одной темой «утро». Это текст. Давай назовем ключевые слова этого текста. Как ты думаешь, изменится ли текст, если мы поменяем местами второе, третье и четвертое предложения? Ну, а теперь давай проверим. В первом тексте у нас такие ключевые слова были «утро», «ветерок», «облачка», «солнце». Что же изменится, если мы переставим предложение второе, третье, четвертое? Таким образом, «утро», «облачка», «солнце», «ветерок». Поменяется ли смысл? Поменяется ли тема этого текста? Утро было свежее, чистое, белые облачка бродили в голубом небе, ласковое солнце дарило теплоту, легкий ветерок шевелил ярко зеленые листья деревьев. Изменилась ли тема этого текста? Конечно же, нет. Ты заметил, что в этом тексте первое предложение выделено жирным шрифтом? Как ты думаешь, почему? Правильно, потому что в этом предложении содержится основная тема этого текста. В тексте описания первое предложение может содержать тему, а остальные дополняют и уточняют его. Запомни это. Ну а теперь давай перейдем к следующему упражнению. Ответь мне на такой вопрос. Почему многие так любят путешествовать? Я думаю, что ответ на этот вопрос ты сможешь найти в следующем упражнении. Прочитай. Определи основную мысль текста. Назови ключевые слова. Определи способ связи предложений. Путешествие – одно из самых любимых занятий большинства людей. Человек путешествий познает окружающий мир и самого себя. Во время путешествия наполняешься энергией, силой, положительными эмоциями. На земле очень много необычных уголков, красивых мест. Они заставляют пережить потрясающие эмоции, чувства. Ты видишь, что в этом тексте выделены ключевые слова. Путешествие – мир, энергии, силой, эмоциями, уголков, мест, чувства. Они помогают нам определить тему этого текста. В этом тексте говорится о путешествии, о любви к путешествию. Давай попробуем определить способ связи предложений. Способ связи предложений в этом тексте – параллельное. До этого ты уже знал, что есть последовательная связь, когда идут предложения друг за другом, как цепная реакция. Параллельная связь – это такая связь, в которой именно в одном первом предложении идет тема, а другие последующие уточняют и дополняют первое предложение. А теперь перейдем к следующему упражнению. Тебе даны слова. Ты должен составить из этих слов предложение, поставить знаки припинания в конце каждого предложения, определить способ связи предложений. Ну а теперь давай проверим, смог ли ты выполнить это упражнение. В лесу живут разные звери. В густой траве прячутся зайцы. Рыжие лисы ищут добычу. По деревьям прыгают пушистые белки. Если ты составил такие предложения, то ты это упражнение выполнил верно. Способ связи здесь параллельный. В первом предложении говорится о том, что в лесу живут разные звери. В последующих предложениях уже нам указывается, какие звери живут в лесу. Переходим к следующему упражнению. Прочитай. Тебе даны тексты. Определи способ связи в каждом тексте. Ну а теперь давай проверим, как ты выполнил это упражнение. Недалеко от нашего села стоит лес. В лесу водятся зайчишки. Они любят грызть молодые ветки. В этом тексте предложения связаны последовательной или цепной связью. В этом тексте предложения связаны параллельной связью. Ну а теперь давай подведем итоги сегодняшнего урока. Сегодня на уроке ты узнал, что кроме последовательной цепной связи предложения в тексте, есть также параллельная связь, когда предложение первое содержит основную тему, а в последующие предложения уточняют или дополняют это предложение. На этом урок окончен. До свидания. До новых встреч.